Задача сотрудника Баткенского лесного хозяйства ответственна и сложна. Он занимается защитой и сохранением символа Баткенской области цветка Айгуль. Лесник не скрывает, что в последние годы цветок находится под угрозой исчезновения, поэтому он поддерживает решение о запрете на въезд в заповедник Айгульту на три года. Пять-шесть лет назад здесь рос цветок. Сейчас здесь неухоженный и как результат сократилось количество цветов. Мы посеяли семена Айгуль и надеемся, что цветов станет больше. Важно сохранить это редчайшее чудо природы. Цветок Айгуль был занесен в Красную книгу еще в 1978 году. Он произрастает на площади 250 гектаров. Лесники, чтобы сберечь уникальные растения, организовали заповедники. Боряшивать этот цветок очень сложно. Распускается через семь лет после прорастания семян. Высота растения достигает полутора метров и на самых крупных эксцентлярах распускаются от 12 до 15 колокольчиков. Мы посадили семена в питомники и они начали прорастать. Потом через два-три года появится луковица, которую мы высадим перед беседками. Чтобы дать цветку вырасти, здесь нельзя ходить и топтать землю. Ограничение посещения заповедника как раз позволит цветкам вырасти и окрепнуть. Пока природный заповедник будет отдыхать от посетителей, его работники будут создавать комфортные условия для отдыхающих. Также предлагается в местах, где будет произрастать цветок, установить специальные ограждения. Здесь мы высаживаем деревья, такие как сосна, можжевельник, туя, чтобы гости заповедника могли прогуляться в их тени, расслабиться, подышать чистым воздухом. Но на участках, где растет айгуль, деревья мы не сажаем. Цветок айгуль, который привлекает многих своей редкой красотой, можно будет увидеть в заповеднике вживую не ранее 1 апреля 2026 года. До тех пор вход в заповедник запрещен. Срок большой, но зато таким образом получится сохранить уникальное растение для будущих поколений. Елена Ткаченко, Максатбек Акалбеков, Бактыбек, Нашанбай-Улу, Аллато-24, Баткенская область.